Я все ждала, когда она закончится, потом думаю, ладно, в следующий раз послушаем. А сегодня мы послушаем нашего дорогого, любимого спикера. Смотрю бурная переписка, я тоже вступила. Здорово. Ну вот видите, как хорошо, что мы общаемся все через интернет, хорошо, что он существует. И мы можем общаться со своими единомышленниками, получить новых друзей. И вообще быть более успешными, более позитивными. Добрый вечер, добрый вечер. Да, у меня утро. А всем добрый вечер. Тут есть несколько человек с моего континента. Стоим доброе утро или добрый день, смотря кто где находится. Но большинству действительно добрый вечер. Да, я 2 апреля прилечу в Новосибирск. Буду там две с лишней недели. И мы будем встречаться у Елены Савиновой. Кто ее знает, выходите с ней на контакт. Можем встретиться. Она там чего-то организует. Вечер встречи. Чайную церемонию. Нам в действии живьем покажет, а не онлайн, как обычно. Ну что ж. Сегодня у нас дебют. Как выяснилось, несколько минут назад. С удовольствием вам сообщаю. Ну, выступает Татьяна Чернакова. Вы ее, конечно, в основном все знаете, я так понимаю. Поставьте пятерки, кто ее знает. И нолики, кто не знает. Да. Но вот дебют в том, что она выступает впервые с этой темой. Так, одни пятерки идут. Так что мне про нее не рассказывать, что она такая, да? Нолик. Ага, вот нолик проскочил. Ну вот, замечательно. Еще кто-то познакомится с прекрасным человеком. Татьяна Чернакова, она врач, лайф-коуч, трансформационный тренер. Опыт тренерской работы 13 лет, консалтинга, консультации 18 лет. Она работает своими авторскими методиками. Путь богини, как открытие собственной силы, открытие звездного имени, целительство энергии архангелов, восстановление силы рода и отпускания кармических контрактов. В прошлый раз она выступала у нас темой сны и сновидения. Вот. Но больше, как бы мне кажется, она известна работой с энергией архангелов. Это просто уникальные методики. Я такие больше не встречала. Вот. И сегодня, почему сегодня дебют? Потому что сегодня тема энергии камней и минералов работе с архангелами. Она первый раз с этой темой будет выступать. И сегодня, друзья, вы узнаете, что такое, какое значение имеют минералы в нашей жизни и жизни Земли. Как правильно убирать натуральные камни для конкретной цели. Очень интересно, да? Я уже в нетерпении. Подготовка минерала к работе и начала работы. Камни-целители, камни-активаторы центров, камни-энергизаторы. Камни-настройщики. То есть, оказывается, камни могут иметь разные функции, нести разные роли, выполнять. И, как говорится, оставайтесь с нами до конца. Сегодня Татьяна с нами проведет еще медитацию активации в энергиях кристаллов и архангелах. Вот такая сегодня у нас интересная тема. Так. Ага, хорошо. Татьяна написала мне, я поняла. Ну, а потом я продолжу. Нет проблем. Татьяна, загружай презентацию, пожалуйста. Получается с презентацией? Я подожду, пока все с презентацией решится. И тогда предоставлю тебе слово. А, перестата загружена. Загружена, тогда включай. Потому что не всегда сразу все получается. Так, друзья, встречаем. Не могу открыть. Ну вот, поэтому я и жду. Уже, уже, уже имею опыт. Значит, в таком случае тебе нужно перезайти в комнату. И так у нас комната капризничает. Так. Сейчас Татьяна быстренько выйдет и зайдет еще раз, чтобы показать презентацию. Сегодня будем изучать камни, минералы. Вообще интересная тема очень. Интересно, кто-то уже работает с этой темой? Поставьте денечки, кто работает с камнями. Вот я камни люблю, у меня много лежат они, но я в них очень так слабо разбираюсь. То есть я, слава Богу, названия знаю некоторые, которые, по крайней мере, дома у меня есть. Названия почти все знают. О, сколько у нас специалистов. Ну, здорово. Вот как раз сегодня узнаем побольше, кто не знает. Так. Все, загрузилось. Ура. Ну, все, друзья. Я предоставляю слово Татьяне Чернаковой. Будем говорить о камнях. Здравствуйте, мои дорогие. Приветствую вас всех. Рада всех вас видеть. Ну что ж, мы сегодня с вами будем говорить о камнях. Я один раз всего вещала по этому поводу, но в другом немножечко контексте. И это было очень давно. Это было полтора года назад. Поэтому мы об этом просто забываем и начинаем все с изного. Потому что сколько бы мы не говорили о каких-то темах, проходит какое-то время, мы начинаем воспринимать все совершенно по-другому. Поэтому сейчас уже все с изного и все по порядку. Пишите вы свои вопросы, которые у вас возникают в работе с камнями. Я постараюсь на все вопросы ответить. Если что-то не отвечу, мы всегда найдем друг друга и доотвечаемся. Моя работа с камнями началась давненько. Вот как начались у меня интересные события, связанные с тем, что я начала работать с архангелами, как-то параллельно у меня всплыли и энергия камней. Как это все происходило? Дело в том, что я их вдруг начала чувствовать. Если раньше я вообще ими не интересовалась, конечно носила, конечно что-то больше нравилось, еще что-то, но не было ощущения, чувствования вот камня самого, да, что это за энергия вообще, что с ней делать. А тут вдруг у меня появился интерес. Началось все с того, что я совершенно ничего про них не знала. И один раз попала на выставку камней. Но там был просто улет, просто потому что я такой красоты, неземной, а это неземные просто красоты. Настолько были яркие камни, настолько они были необычные, вы знаете, как будто вот с других планет. Принесенные и по цвету, и по форме, и какие-то они вообще просто, ну, замысловатые. И кресты какие-то, и блестюшки какие-то, вот и сплавы. Все, все это было, и все разбегались у меня глаза. Первый раз я просто как на выставку ходила. Хотя это выставка продажа была. И она была достаточно регулярной. И вдруг я ощутила, что у меня есть позыв, я хочу себе приобрести камень. Но я ничего в них не понимаю. И в один прекрасный момент я пошла в рукодельный магазин и прямо на прилавке увидела просто преотличную книгу. Она мне нравится больше всего сейчас. Удивительная книга, которая вот с фотографиями и с описаниями магических свойств, лечебных свойств и так далее, и так далее. То есть вы эти книги найдете, каждому свое. Главное, чтобы вы поискали, да, потому что в интернете сейчас вариантов много. И электронных книг, и настоящих книг, которые вы можете заказать. Главное, чтобы вот вам начало все раскрываться. И потом я поняла, что я вдруг начинаю осознавать, что я с этими камнями разговариваю, что я с этими камнями начинаю какое-то общение. И первые мои камни, они у меня до сих пор, я их сюда даже привезла. Вот у меня два камня, которые вот куплены были в один момент. Ходила-то я за одним, а когда увидела вот эти замечательные два, я не могла расстаться. Первый камень, это был камень-генератор. Я потом уже осознала, что я купила себе генератор. Мне тогда не хватало энергии, тогда я не умела работать с собой. Второй, это особое количество граней на вот этом камне. То есть это кварц, это обычный кварц, отделенный от друза, видите, спиленный. Вот такой, как палец, очень удобно для держания. И второй такой вот удивительный камень, он даже по цвету отличается. Смотрите, один посветлее, а второй вот он такой желтоватый. Для меня это женский камень женской энергии. И я его просто так ощущаю. И для меня он сейчас продолжает действовать. А этот уже, так скажем, потерял актуальность, потому что я работаю с другими камнями. Так вот, если мы говорим о том, что давайте немножечко пробежимся по названиям камней, чтобы вы это понимали. И чуть-чуть информации я вам дам по основным камням, которые в магическом воздействии сильны. Мы не будем говорить о других камнях, потому что если вы захотите, вы всегда найдете ту информацию, которую нужно. Самое главное, заинтересоваться этим вопросом. Анечка, давайте мы сейчас астрологию оставим в покое. Мы пришли сюда слушать меня, не вас. Поэтому консультации мы сейчас в чате не даем. Пожалуйста, уважайте тех людей, которые собрались. И которые собрались на другое занятие. Первый камень, который мне очень хотелось вам показать, чтобы вы понимали, потому что это камень волшебный. Для женской сферы он просто волшебен. Есть несколько камней, которые просто показаны женщинам по своей силе воздействия на гормональный фон, но на женственность. Так вот, жемчуг это прямо вот раскрывающаяся женственность. Смотрите, раковина, которая раскрывается, внутри у нее вот такое чудо. В виде жемчужины, которая сама тут созревает из песчинки, взращивается, как беременность вырастает буквально в утробе вот этой вот раковинки. И, конечно, когда мы говорим о жемчуге, то он волшебен и своим воздействием на нас. Вы прекрасно знаете, что есть у нас и косметика на основе жемчуга. Много всяких даже средств ухода, завязанных на жемчуге. А вообще японки, которые занимаются работой с жемчужинами, с чего все это дело началось? Допустим, у Шосейда есть японская марка, и там есть жемчужная коллекция. Так вот, обратили внимание, что женщины в Японии, которые занимаются переработкой жемчуга, где-то с пиливанием, где-то работают с нанизыванием, у них удивительные руки. Абсолютно молодые, красивые руки. Вот с этого все началось, и потом начали исследовать и выявили очень интересное свойство вот этого камня на человека. Омоложение. Это расцвет женский, да. Это эликсир молодости, плодородия, магической силы и любви. Вот не важно, какого цвета у вас жемчуг, потому что в арсенале от белого до черного, да, и фиолетовые есть и синие, и розовые, и зеленоватые, серые оттенки, да, коричневые. Я говорю не о крашенном, я говорю о натуральном жемчуге, потому что крашеный жемчуг, он, конечно, другое свойство немножечко имеет. Искусственный жемчуг, конечно, отличается от натурального, поэтому там ведь чем больше слоев, тем лучше. Вот. И имейте нитку жемчуга обязательно, потому что для женщины это просто волшебство. И научитесь вот это вот чувствовать, научитесь. Я обратила внимание, что у меня с покупки жемчужных бус пошли очень интересные процессы. То есть действительно у меня крен на женственность пошел очень сильно, причем я не добивалась этого, я не специально этого делала, мне просто захотелось вдруг жемчуга. Когда я увидела черный жемчуг, а он такой синий-фиолетовый, кто-то, наверное, его видел у меня на шее, то вот, ну вот этот цвет мне идет, белый цвет идет, да. К каждому из вас подойдет все свое, выбирайте, чувствуйте, как вот это вот вам ложится, что вы испытываете в присутствии вот этого украшения, да, или вот этого камня. Вот это и будет самое главное. Женщинам полезен, почему? Потому что он дарует им любовь, здоровье, процветание, благополучие. Поэтому вот используйте жемчуг себе во благо. Он очень тесно взаимосвязан с нашим телом. И все наши гормональные вещи, да, то есть все наши... Изменения в гормонах, особенно когда это идет выход через кожу, воспринимается камнем очень сильно. Когда у нас идут какие-то нарушения, жемчуг сразу нам может показать, что у нас что-то не то, он тускнеет, он вдруг начинает блекнуть. Я в свое время была на выставке, и мужчина продавал только жемчуг, у него было просто вот разнообразие, да, и цветовое, и все. Просто у него целая была огромная, огромный стол завален жемчугом. И он рассказывал одной даме, я просто заслушалась, что такое жемчуг и как нужно к нему обращаться. Он сказал, что обязательно, имея жемчуг, периодически надо его в тряпочку с пропитанной соленой водой погружать для того, чтобы он восстанавливался. Потому что это камень дышащий, потому что он живой. И его нужно подпитывать. Жемчуг очень любит воду. И жемчуг очень не любит парфюм. Поэтому если на жемчуг сверху нанести парфюм, то вы его испортите. Да, жемчуг может потускнеть. Поэтому вот тут нужна тоже особенность. Да, вот такая вот у камня. Но зато он будет служить верой и правдой длительное время. Поэтому вы всегда сможете выглядеть хорошо. Как-то вот женщина на фоне жемчуга, она всегда выглядит очень так, полезительно. Так что смотрите по состоянию жемчуга. Если он у вас вдруг потускнел, знайте, что у вас что-то в непорядке со здоровьем. И нужно обратить на это внимание. Дальше мы пойдем. Вот есть такой замечательный. Я специально сделала несколько вариантов. Потому что настолько камни друг от друга отличаются, что вы иногда можете не понять, что же это такое. Лазурит. Он может быть и бело-синим, и вот таким вот очень ярким, в зависимости от того, где это месторождение. Потому что если это бразильское месторождение, то он какой-то, знаете, насыщенный такой. Если это северное, что-то, Кольский полуостров или Европа северная, то он будет более блеклым таким. Но это все лазурит, и он воздействие имеет удивительное. Если мы говорим о лазурите, то это камень искренности и дружелюбия. Помогает в воплощении любых проектов. Хорошо чистит наши все центры энергетические. Камень, который помогает нам освободиться от мыслей тревожных. То есть вообще очищение это по его части, вот если говорить. Камень дарует удачу, успех, благополучие. И подойдет даже для медитации с чакрами. Вообще, вот если вы знаете немножечко про архангелов, то камень двух архангелов, он считается двумя таким, да. Хотя вот по ауре, допустим, того же архангела, это Михаил. И это у нас чакра третьего глаза, да. Это у нас видение наше. Вот. То есть это камень Михаила однозначный. И камень Заткиила тоже. Заткиил у нас за божитвенную мудрость отвечает. У него несколько камней. Знаете, что у архангелов есть вариантов несколько. Поэтому не удивляйтесь, что можно использовать один или другой камень. И не думайте, что если вам кто-то сказал другое, так это вот неправильно. Посмотрите, какой еще есть. Азурит. Лазурит есть, а есть азурит. Он вообще идет зелено-синий. Удивительная вещь. Сочетание малахита и лазурита. То есть такой вот микс очень интересный. Это вот идет какой-то вот сплав вот этих двух минералов удивительных. И посмотрите, как на фоне малахита выглядит, да. Вот. Недавно делала просто комплект одной из знакомой. Мы подбирали специально для того, чтобы дал он мудрости, провидение. Освободил ее от некоторых вещей, почистил, да. И с другой стороны открыл сердце. И мы выбрали как раз азурит. Вообще фантастика просто вышел комплект, потому что не было ни одной одинаковой бусины. Они то в зеленую гамму больше, то в синюю. А комбинация произошла просто такая красивая. Такой красивый комплект получился. Так что вот смотрите и наслаждайтесь. И смотрите, к чему у вас вообще тянется рука. Никогда не ориентируйтесь на голову. В астрологической карте у вас там что-то отвечает. Значит, мне нужен вот такой камень. Неправда. Идите выше. Когда вы начинаете понимать, откуда что растет, чувствительность ваша растет и доверяете своему телу, тело вас всегда выведет на то, что нужно. Вот. Так. Малахит. Да, если мы говорим о Малахите. Удивительный камень с целительскими способностями. Мы еще к нему немножечко вернемся. Среди целительных камней. Знаете, что это камень Рафаила. У Рафаила несколько камней. Нефрит. Малахит. Что у нас еще? Серафинит. И еще что-то. Ну, посмотрим там, какие еще есть камни. Вот. То есть все зеленые камни, они относятся к камням Рафаила. Почему? Да потому что центр у нас сердечный. Отвечает все-таки он зеленый. И аура у Рафаила зеленая. Его почему-то вот с Малахитом в большей степени олицетворяют по цвету. Так вот, Малахит магическое воздействие имеет и использовался издревле для целительства, в массажных техниках, для работы с различными заболеваниями. Считается, что он, снимая тревоги, обиды, а на Руси всегда считался Малахит волшебным камнем для исполнения желания. Ну, вот так вот, да. Поэтому вот, знаете, что... И вообще он считается достаточно дорогим камнем, если это действительно хорошие бусины, если это такие вот массивные, да. Вообще, знаете, что чем лучше и чем меньше обработан камень, тем он вот полезительнее, так скажем. Ну, кроме бриллиантов буквально, да. Вот когда вот эти вот грани, это другое дело. А все остальные камни в смысле энергетического воздействия, да, лучше, когда они в натуральном виде. Даже иногда в виде друз вот такого плана, допустим, это вот розовый кварц, да, смотрите, вот это задняя сторона, да. А вот это вот друзочки у него. Розовый не очень виден, но вот такая вот штучка замечательная, вот, которую я использую. Это розовый кварц, но мы к нему еще вернемся. Так вот, это Малахит, это камень от заболеваний, вообще и напастей. Причем я знаю тех людей, которые, покупая специально бусы из Малахита, они себя ограждали от заболеваний. Это действительно работает очень хорошо. И многие даже на выставку специально ходят для того, чтобы хороший Малахит купить себе и сделать из него, допустим, пояс, да, или купить какие-то несколько бусин для того, чтобы сделать себе комплект. Ведь если мы говорим о сердце, если мы говорим о работе сердечным центром, я вам сейчас показываю, да, у себя, то вот это место это будет, да. И значит, или бусы должны быть вот до этого уровня, или какая-то массивный клон или еще что-то на уровне сердца. То есть вот это тоже есть такая особенность, да, для производства каких-то вещей. И некоторые вещи, допустим, нефрит, он почитаем почками, да, нефрос ведь почка. И почему люди покупают нитку бус и на поясницу себе накладывают, да, и носят даже под одеждой именно для того, чтобы почки работали лучше. Вот я просто встречалась несколько вариантов, да, когда люди просто вот специально искали хороший нефрит. То есть это тоже все работает. Вот. Малахит растворяет в сердце вообще все, что есть. То есть если есть какие-то проблемы, малахит заберет на себя и открывает канал для прохождения энергии. То есть он такой раскрывальщик сердца уж так по большому счету. Вот. Так, поехали дальше. Лунный камень. Они ведь разные бывают, да, посветлее, потемнее, практически прозрачные, как вы видели вот в самом начале. Вот это вот лунный камень. Так, стоп. Вот это лунный камень тоже. Вот. Считается, что камень связан с луной. Почему? Потому что вот в зависимости от цикла луны он или в голубоватую окраску уходит, то есть какое-то свечение у него голубое, или наоборот желтоватое. Обратите внимание, когда вы купите лунный камень или какое-то украшение с лунного камня, действительно бусины будут менять свой свет в зависимости от лунных циклов. Это очень интересно. Иногда они становятся более теплыми, иногда холодными даже по ощущению. Камни тоже вот это вот могут какую-то вам информацию давать. Чуть-чуть попозже я вам расскажу о работе с камнями уже такой прицельной. Сила возрастает у камня в полнолунии, если мы говорим о лунных камнях. И если мы плохо чувствуем себя в энергиях полнолуния, то камень смягчает эти проявления. Ну, например, у вас болит голова в полнолунии. Нося этот камень, именно в преддверии полнолуния вы смягчаете воздействие луны, и тем самым вы научаетесь в этих энергиях работать. Вот так получается. И камень, который у нас относится к энергии Архангела Ханиила, поскольку он с природой и с луной, с циклами луны взаимосвязан, то это его камень. Поэтому, когда мы хотим наладить связь, допустим, с ритмами луны, с природой, мы можем призывать Архангела Ханиила и работать с лунными камнями. И через лунный камень, обращаясь, допустим, к Архангелу, это тоже усиливает действие. Лунный камень вообще притягивает любовь. Вообще считается, что он привносит чувства в жизнь и устраняет гнев, снимает напряжение, дает нежность, дает мечтательность. Поэтому тоже такой очень сильный женский камень. И вы, безусловно, будете чувствительны больше и соответствовать ритмам луны, если будете и со средами у вас, с водными средами, будет лучшая взаимосвязь, потому что нормализация происходит водных сред организма. Как при леве от левы воздействует луна, точно так же все это происходит. Так, поехали дальше. Удивительный камень, который я очень люблю. Считается, что камень гранат – это камень любви. Поэтому вот когда... Я его очень часто использую и в подарках, особенно когда знаю, что у человека не хватает любви. Это, конечно, розовый кварц, это гранат и это жемчуг. Вот три таких волшебных камня, когда мы можем их использовать для протяжения любви в свою жизнь. Камень, который считается вообще кровью дракона, вот раньше его так называли. Он разжигает любовные страсти и дарит любовь. Его раньше носили только незамужние женщины, то есть замужним запрещено было носить, дабы не усугублять вот эти страсти и не притягивать любовников к себе. Беременным женщинам этот камень обеспечивает благополучные роды. Поэтому вот стоит его носить, когда вы находитесь в переде выношивания беременности. Красные гранаты считаются достаточно сексуальными камнями, которые помогают еще ко всему прочему не просто взаимодействовать с миром, а окружающим считается, что это магический камень для работы с усопшими родственниками. А перстень с гранатом дает владельцу веру, преданность и силу. То есть это такие особо сильные магические вещи. Но поймите, пожалуйста, не мелкие гранаты. Чем меньше камень, тем меньше его воздействие. Лучше брать хотя бы один такой покрупнее, остальные там мелкие, чтобы ощущение от камня было. То есть не берите крошку совсем. Гранаты очень люблю. Гранаты в виде браслетов, гранаты в виде... Покупала себе и бусы, и делала различные вещи. Они действительно очень хорошо носятся. Ощущения волшебные просто. Женщинам очень нравится ношение именно граната. Вот какое-то особое состояние, когда тебе нужно именно в женскую ипостась так хорошо поработать. И по гранату, если мы говорим, да, то это у нас Архангел Гавриил больше будет. Смотрите, у нас на Аметист. Я специально дала вам три изображения, потому что они немножечко разные. Вот первое изображение большое – это Друза Аметиста. Посмотрите, какие они замечательные. С ними очень хорошо работать. Это как раз и Архангел Заткиил, да, может быть. И другие Архангелы, в зависимости от того, чего вы добиваетесь, это на самом деле соединение с высшими мирами. То есть это повышение вибраций однозначно, трансформация. Это работа с фиолетовым пламенем и через вот эти энергии камней тоже. И смотрите, они есть абсолютно прозрачные, да, которые могут быть и хорошо обработаны. А есть обычные такие простенькие вещи и бусы, да, которые вы можете подобрести. И, конечно, цена отличается просто в разы, как у граната, да. То есть есть дешевые камни, есть дорогие. Есть так называемые поделочные камни с не сильной огранкой. А есть вот такого плана, который вот вы видите Аметист, да, вот ограненный, он, конечно, будет дороже значительно. Аметист считается камнем чистоты, непорочности, любви, счастья, здоровья. Вот так вот. Считается магическим камнем, очень сильным магическим. И я, наверное, вот один из первых камней, которые я осваивала. Потом он у меня ушел из рук, просто пришел человек, которому этот камень просто пошел в руки. И я его, собственно, ручно отдала, подарила с пожеланием, с большим. Потому что у меня камни действительно меняются, и я не держу коллекцию камней просто. Я держу только те камни, которые у меня сейчас работают. Вот. Безусловно, это работа с высшей коронной чакрой. Это у нас соединение с Богом, с высшими энергиями, трансформационной энергией. Поэтому вот используйте этот камень себе во благо. И знайте, что это очень такое интересное будет воздействие. Действительно, какие-то изменения пойдут очень сильные. Аметист способствует, считается и камнем сновидения. Поэтому, если хочется в этом направлении поработать, вы можете купить себе аметист или бусы из аметиста, или просто бусину приличную, большую такую, из аметиста, ее повесить. Или сделать себе браслет с одной бусиной. Тоже достаточно. Так. Считается, что это камень высшей вселенской мудрости. Вот. Ни больше, ни меньше. А вот здесь вот у меня есть опечатка. Написано, это лазурит, а он никакой не лазурит. Это бирюза. Это абсолютная бирюза. Необычный камень, который вот очень женский. Очень женская энергия у него. Это камень-оберег, который считается защитником от ядов и отравлений. Считается, что носят его те, кто хочет финансового благополучия. И привлечения в жизни денег. Бирюза, камень для работы с горловой чакрой удивительный просто. Если нам нужно какие-то творческие способности открыть, ну вот закрыты, нам нужно их открыть. Или, допустим, мы не умеем хорошо говорить, а нам нужно развить эту вещь. Или мы, допустим, начинаем петь, и у нас не все получается, мы бы хотели в эту сторону продвинуться. То есть вот для певцов, для тех, кто хочет научиться говорить, вот камень удивительный. И камень должен быть не низко посажен, как вот я вам Малахип показывала на области груди. Вот здесь, то есть маленькая какая-то вещь, которая у вас прямо вот по шейке будет. Или какой-то ободочек, может с бусинкой прямо вот по центру, потому что центр-то вот здесь находится. Можно даже сделать себе какой-то ошейничек такой, походить с ним, пока эта необходимость есть, пока вы чувствуете эту энергию. Камень, который для щитовидной железы просто показан. Все нарушения, они смягчаются, действительно очень хорошо он воздействует на гормональный фон и на наше состояние. И камень, который тоже меняет свой вид и свое, вот, он даже по цвету может измениться, если вы заболели. То есть он может уйти в какую-то серую, в серо-зеленую гамму. Вообще считается, что бирюза, вот, для женщин показана не зеленого цвета. Вот зеленая бирюза, она не очень приветствуется. Ценность имеет именно голубая бирюза. Вот. Так, поехали дальше. Агат. Агаты вообще, вот каких я только агатов не видела. От белых до серых. Вот здесь такой бежеватый, но вот есть даже пакистанский агат, он такой серый, очень красивый, с белыми такими проблесками. Есть маховой агат, где прямо вот деревья внутри, да, структуры такие очень красивые. Есть черный агат, их просто море всяческих агатов. Не удивляйтесь, что их цвет просто различается очень сильно, и вы внешне будете просто удивлены, как их много разновидностей разных, и красные, и всякие, всякие, всякие. И в зависимости от цвета их воздействие меняется, поэтому вот тоже обращайте на это внимание. Кстати, продавцы камней, они всегда знают, да, что и как. То есть вы всегда можете у них спросить. Агат вообще очень часто встречаемый камень, поэтому вы его на выставке больше всего найдете. То есть разных сортов, недорогой считается камень, хотя есть среди них и дорогие экземпляры, редкие. Считается, что агат – это камень Божьей милости, символ здоровья, долголетия и процветания. Способен одарить своего владельца красноречием в общении, уберечь от козней врагов. А белый и желтый агат усиливает доброе начало в человеке, умиротворяют его, даря спокойствие. Черные же агаты – это вообще магические камни. Вспоминаю, что я в свое время делала из оружейного металла себе украшение, очень красивый подвес, который у меня потом ушел просто. Потому что замечательная дама, у которой раскрывали способности, когда я его видела, она сказала, все, Тань, сделай мне такой. Я говорю, ты хочешь, я тебе его отдам с пожеланиями. И у нее действительно после этого начали очень сильно развиваться способности. Она ясновидящая, очень высокого порядка. Поэтому, знаете, что вот такие интересные вещи, они практически черный-черный, обсидиан черный и черный агат. Иногда вкрапления есть какие-то прожилочки такие светлые, иногда их и нет совсем. И тоже два камня вы не найдете одинаковыми. И когда я делала браслеты, я всегда удивлялась, боже, как же это красиво. Такое разнообразие и цветовое, и разнообразие, ну, просто во всем. Причем черные агаты, это еще и защита, как амулет. У меня был браслет фантастический, просто многорядный. Браслет из черных агатов, который в один момент вдруг развалился. И когда я потом начала осознавать, что, оказывается, он сработал как защита. То есть он развалился, но он миссию свою исполнил. Самое-то удивительное, что я после этого его и носить не стала. Я переделала замок, я все перетянула, но вот не пошел и все. То есть вот миссию свою камень исполнил. И так у нас камни могут прийти для определенной цели, выполнить эту определенную цель, а потом уйти, это нормально. Вот. Так, дальше поехали. Смотрите, какой камень красивый. Нефрит. Но он разный, да, вы же понимаете, что нефриты, они абсолютно разные. Но вот здесь просто такой, среднестатистический. Вот. Нефрит означает честность, порядочность, храбрость, верность, мудрость. Совершенство означает, что это совершенство и чистота. Очень был любим алхимиками. Они считали, что этот камень может изменить жизнь. И переводит людей в совершенно другое, новое какое-то состояние. То есть через ношение нефрита можно в это состояние перейти. Камень-целитель однозначно. Еще раз говорю, что это камень, который, ну, просто показан при любых заболеваниях почек. То есть вы можете просто даже два камешка купить или две бусины, да, и прикладывать в области почек своих, и уже будет определенное воздействие. Это действительно работает очень здорово. Вообще считалось, что даже китайские императоры сидят на нефритовом троне, потому что это очень хорошо, это полезно очень. Камень больших перемен, который помогает выходить из неурядиц. Вот так вот его оценивают. Еще один камень-целитель, посмотрите, какая красота. Есть он только у нас на Байкале. Называется серафинит. Смотрите, как интересно, как серафим. Серафинит. Я, когда его первый раз увидела, я им просто была, ну, так воодушевлена. Это вообще, у меня просто подруга купила, как мыльце такое по форме, кругленькое, из серафинита. Я, когда его взяла, это все, это просто волшебство. Она говорит, ты знаешь, он явно целительный, я, говорит, тоже с ним работаю. И я после этого начала искать серафиниту. Но они достаточно редко встречаются. Я не скажу, что это дешевый камень, потому что он редко встречающийся. У меня вот таких вот два небольших камешка. В свое время в Питере специализированном магазине, магазине всяких восточных штук. Я их купила. И с удовольствием пользуюсь. Очень хорошо воздействует на сердечный центр. Своим цветом и воздействием способен влиять и на другие центры. То есть он такой универсальный для любого центра. Он гармонизирует эмоции очень хорошо. Восстанавливает вплоть до клеточного уровня. То есть он вот какой-то такой особый очень. Притягивает целительную энергию космических сил. Ну, это вот как, знаете, энергия серафимов, если хотите. Серебристые переливы его можно представить, как небесный свет, который спускается. Это ведь, знаете, вот как северное сияние, да? На земле, вот специально я вам в разрезе показала вот это изображение, чтобы вы его видели. Очень похоже на северное сияние. Приносит человеку и здоровье, и силы. Поэтому вот посмотрите, что из камней целителей вам больше подходит. Нефрит, Малахит или вот этот вот камень. Малахит, вот еще, вот еще вам еще одно изображение. Ну, волшебный, просто волшебный, красивый, такой удивительный камень. У меня были, ну, просто потрясные бусы, я их очень любила в свое время. Вот, а потом их передала, вот так они у меня ушли просто из рук. Вот есть камни, которые действительно как-то вот послужив своим владельцам, потом с удовольствием переходят уже в другие руки и служат там тоже верой и правдой. А теперь посмотрите, какая красота. Это камень арбузный турмалин. Почему он арбузный? Потому что у него, видите, как арбуз на срезе. И я вам специально показала, потому что мы часто видим, допустим, турмалиновые бусы. Они идут или одноцветные, или они... Одна бусина одного цвета, другая другая. И вы не знаете, как он выглядит. А вот так вот на срезике он замечательно выглядит. Камень считается архангелом Метатрона. Как вы относитесь к архангелу Метатрона? Метатрону. Считается, что он летописец Бога, стоящий у трона, поэтому Метатрон. И он ведает электронами, небесными сводами и светом. То есть он князь света еще, ко всему прочему. Работает с детьми Индиго. Вот ни больше, ни меньше. Я в свое время покупала бусы специально, работая с энергией архангела Метатрона. У них действительно энергия очень хорошо как-то притягивается, и ты сонастраиваешься очень хорошо. Причем, вы знаете, если мы говорим об этом камне, бывают очень дорогие камни, очень дешевые камни, турмалины. Все зависит от того, насколько он прозрач и насколько он красиво выделан. Потому что есть просто фантастические бусы. Я когда первый раз увидела, я просто обалдела. Есть люди, которые специализируются на этих камнях, да, и вот возят украшения, они действительно волшебные. Поэтому вы тоже можете позаниматься собой через вот этот камень. Устраняет страхи, тревоги, концентрирует внимание. Очень хорош для медитации. Создает покой, защищенность. Помогает поверить в себя и в свои силы. То есть открытие своих сил тоже помогает. Если мы говорим о синих камнях, а у нас еще есть, оказывается, синие турмалины, то это работа со снами. То есть хороший сон будет. А зеленый турмалин это для творчества, для жизнелюбия, для радости. Красный камень – талисман художников. А черный – камень ведьмы. Вот так. Смотрите, а если мы пройдемся, вот иногда турмалины идут прямо от белого до черного. Да, все цвета буквально радуги. Вот такие вот интересные вещи есть. Считается, что, вот по старинным преданиям, турмалин – это камень духовности. Так что вот. Хотим духовность, носим турмалин. Поехали дальше. Янтарь. Смотрите, какой красавчик. Янтарь у нас все-таки солнечный камень. И тем, кому солнце показано, вот кто хочет солнца и света, тот вот может поработать с янтарем. Это не значит, что вы его носить будете, потому что не все этот камень воспринимают адекватно. Вот я, допустим, не могу янтарь носить. Я не знаю почему, но как-то вот ощущения у меня очень своеобразные при ношении вот этого камня. Ну, может, это просто сейчас, а в другое время будет по-другому. Ну, вот так вот есть особенность. Но у нас все меняется, все течет, все изменяется, поэтому может наступить такое время, когда придет время и как раз янтаря. Проясняет мысли этот камень, осуществляет планы, дарует радость, покой, творчество, физическую силу, оптимизм, веру и бодрость. Несет удачу, сохраняет здоровье. Раньше украшения с янтаря даже одевали кормящим матерям для того, чтобы вот ребеночек был веселым. Понимаете, чтобы мама была веселой и ребенок был веселый. Вот такие вот интересные вещи. Если мы говорим, допустим, по янтарю, то мы можем по Самуилу, да, то есть вот это может быть камень Самуила, это может быть камень Уриила по Архангелам. Так что вот тоже знайте, что вот эти камни Архангелы приветствуют. Яшма. Яшма вообще настолько разнообразна. Вот как агаты разнообразны, точно так же разнообразны и яшма. Очень люблю красную яшму. Красная яшма вообще показана при всех видах кровотечениях и особенно при проблемах в женской половой сфере. То есть можно даже камень, практически его там кладут в трусы и спят. Вот такие вот вещи, действительно камень, который способен очень многие вещи на уровне физики менять. Просто проверенная вещь, знайте, что это работает. И посмотрите, вот камешек справа, да, какого цвета. Это и желтый, и розовый, и зеленый они и есть, и черный, разные, разные, разные. Яшма очень таинственный камень. Это прямо настоящий символ тайн бытия. Всегда ценился как оберег. Яшма налаживает отношения, охраняет от злого рока, способствует красноречию, укрепляет чувство долга и чести и способствует тому, чтобы человек одержал победу, когда ему это нужно. Считается, что яшма холодного цвета дает силу предсказаниям, концентрирует внимание, а темное защищает от чар. Смотрите, значит, черные практически камни все обладают защитными свойствами для их обладателя. Вот запомните это. Зеленоватая яшма концентрирует внимание, открывает невидимое. То, что закрыто, оно становится явным. Камень способен дать владельцу твердость духа и сделать его мудрее, чем он есть на самом деле. Поэтому вот можете использовать его себе во благо. Так, смотрите, еще какой камень замечательный. Знаете такой камень? Магический камень, способный снять стресс, избавиться от депрессии и гнева. Он такое сочетание, смотрите, от белого к зеленому и фиолетовому. Иногда бывает такой цвет морской волны, переходящий в фиолетовый. И тоже, вот практически не найти бусин одинаковых для того, чтобы собрать браслет. Вот мне приходилось столько перерывать просто камни для того, чтобы вот хотя бы набрать вот то, что нужно. Вот так они интересно собираются и настолько они все разные. Из одного куска выпиленные они смотрятся как будто совсем разные камни. Снимает депрессию, стресс, упорядочивает мысли, вспомогает добиться душевного покоя, раскрывает тоже центр видения, то есть вы можете тоже использовать его для открытия своих способностей. Часто его используют предсказатели в виде шаров, то есть есть шары как из кварца и из горного хрусталя, а точно так же из флюорита его тоже используют для предсказания. Во время медитации он впитывает звуки музыки, а потом способен вот эти звуки возвращать человеку. Считается, что флюорит это камень Самуила, отвечающего за любовь и мир. То есть вот тоже еще один его камень. Так что вот используйте в работе с этим архангелом, архангел, которого мы часто приглашаем в работе с сердцем. Горный хрусталь. Ну я вам уже показывала, да, вот горный хрусталь. Вообще кварцитов много, это все относится к кварцам. И горный хрусталь в том числе. Просто горный хрусталь, он прозрачный абсолютно, да, в то время как у кварца могут быть внутренние какие-то вкрапления. Вот в этом и разница. Считается, что это камень-прорицатели, и те, кто хотят, да, предугадывать будущее, они часто покупают в виде шара атрибут магов, который используется для вызывания духов, используется для пирамид, для привлечения светлой энергии. В тибетской медицине горный хрусталь используется для настройки на вибрации хозяина и регулирования его энергетики. То есть он сонастраивается и потом особым образом воздействует. Часто используется для работы с чакральной системой, то есть для всей энергетической системы он очень пользителен. Активирует биологически активные точки, работает с энергетическими потоками. То есть он на самом деле такой очень хороший проводник. И если, вы же прекрасно знаете, что кварцы используются в каждом компьютере, да, то есть схемы идут из кварца. Поэтому вот в качестве накопителя информации, передатчика информации он очень показан. Один из разновидностей тоже кварцев, это розовый кварц. Вот я вам показывала, по виду, не скажешь, что он розовый, вы вряд ли его видите в розовом цвете, да, но у него такой очень бледный такой розовый оттенок. Причем, когда вы носите, а у меня было несколько случаев, когда очень женский, кстати, камень, очень камень, настраивающий на любовь. Человек работает, работает, работает с этим камнем, и вдруг он сереет. То есть энергию забрал, отработал, и его уже можно отпустить, этот камень. Но в друзей он, конечно, работает дольше. Поэтому вот мне нравится в друзей, причем, вы знаете, вот положишь на область сердца, сердце совершенно даже по-другому себя чувствует. То есть такой успокоитель. И когда вам нужно сонастроиться, вот вы чувствуете, что вам не хватает любви, вот просто с ним поработать. Можно в руку взять, но лучше на область сердца, потому что там идет активация очень сильная. Это, кстати, первый мой кварц, он огромен, он просто вот в виде такого сердца огромного. У меня в Архангельске подарен моей приятельнице, которая от него просто без ума. Я уж не стала его везти в Болгарию, здесь у меня куплен другой. Так вот, розовый кварц – камень любви, открытие сердца. Носят как активатор работы высшего сердечного центра. Но в отличие от сердечного центра, который зеленый у нас, и с которым работает Рафаил, розовый кварц, он на высший сердечный центр. А высший сердечный центр – это у нас вишутха. Это вот у нас вот здесь, по центру идет. Вот, вилочковая железа. И вот с ним действительно очень здорово работать. Камень Ариила. Камень, который привлекает еще и деньги в нашу жизнь. То есть такой поток энергии изобилия через него тоже к нам приходит. Поэтому вот используйте. Ариил – это у нас божья львица. И все, что связано с рогом изобилия, с потоком изобилия, с работой даже с животными, это все по розовому кварцу и по ней. Следующий камень я обожаю, но этот камень не показан тем людям, которые с энергиями работать не могут. Камень опасный. Почему? Потому что он дает силу. А куда вы эту силу направите? Вы должны четко знать, как ваша энергетика работает. Если не знаете, не покупайте его. Потому что он очень сильно стимулирует вас на магические способности. И вы можете потом просто ошалеть от того, что пойдет. Это действительно так. Вот то, что у вас вот здесь, они, смотрите, немножечко разные, более светлые, более темные. Тоже бразильские лабрадоры, они более яркие, такие насыщенные, с очень красивыми переливами, как северное сияние. Более бледные, такие северные, европейские. Вот этот у меня очень такой светящийся хороший. Тоже камень, я его специально выбирала. Удивительно хорошо с ним работать. Камень сновидений, камень работы с подсознанием, камень с раскрытием способностей. И посмотрите, все опалы, которые с переливами, они все способствуют каким-то таким магическим способностям, чтобы вы это понимали. Поосторожнее с ним. Если пока не знаете, на что вы способны, этот камень оставьте в загашник. Когда придет время, когда вы почувствуете, вы его приобретете. У меня был шок, когда мы пошли с доченькой на выставку ко мне. Это было давненько. Это было, наверное, два или три года назад. Три уже, наверное. Я ей сказала, хочешь себе чего-нибудь выбрать? Она говорит, да. И она выбрала беломорит. Это такой перелив, вот как лунный камень, но белый с переливом в такую же вот гамму, как у лабрадора. Вот тоже с голубоватым таким отливом красивым опал. И она выбрала себе лабрадор. Причем она его совершенно спокойно носила, но я-то знаю о ее способностях, просто она об этом не знает. Мне не было страшно, потому что у девочки способности всегда были. Я в ней была уверена. И потом я зарядила ей этот перстень на определенные вещи, чтобы там никаких проблем не было. Но дама, которая торговала этими камнями, она когда увидела, сказала, да, девочка-то толк понимает в камнях. Так интересно было с ней разговаривать. Поэтому ходите, когда вы видите продавцов, разговаривайте с ними, потому что они ведь, они тоже чокнутые все на энергиях. И вы, безусловно, очень много от этих продавцов возьмете. Вот посмотрите, какая удивительная вещь. Вот у нас такая энергетическая решеточка есть. Вообще считается, что мы становимся кристаллическими. А это означает, что все, что касается кристаллов, нам становится родным. То есть у нас клеточки кристаллизуются, у нас ДНК кристальная, у нас магнитная решетка, она такой кристальный вид в виде кристаллов. У нас центры все становятся в виде кристаллов. И в медитациях вы очень часто видите, что центры, они какие-то как камни, излучающие определенную волну. Ничего удивительного нет. Это просто, вот знаете, шестая раса, к которой мы идем на пути к трансформации, к высшим энергиям, это как раз кристальный человек. То есть чем больше вы будете кристаллизоваться, тем лучше для вас, тем больше света вы будете проводить. То есть это такое свечение изнутри, это как раз чистота кристалла, чистота бриллианта, которую вы имеете. Вот так, ни больше, ни меньше. Сейчас мне немножечко хотелось бы поговорить, знаете о чем? О том, как мы камни выбираем, как мы с ними общаемся и работаем. На самом деле все это просто. Ну для меня просто, потому что я этот уже путь прошла много раз. Всегда говорю, как нужно выбрать кристалл. Идете куда-то, где продаются кристаллы. И обязательно задаете вопрос конкретный, для чего он вам нужен. То есть я ищу определенный камень для, называете чего. То есть вы намерение высказали, дальше вас будут просто вести или высшие силы, или там уж я не знаю, ваше высшее подсознание, чтобы вы нашли то, что вам нужно. И не удивляйтесь, если вас приведет к тому камню, на который вы вначале не рассчитывали. То есть вы думали об одном, а в результате купили другое. У меня это бывало и не раз. Потому что ты вдруг начинаешь чувствовать. Когда мне говорят, что камни заряжают через какие-то аппараты, ну извините, для меня это нонсенс. Потому что эта подзарядка была сделана для вас в конкретный период времени, в зависимости от того, какой потенциал вы излучали, и который считал аппарат. Дальше что происходит? Вы начали работать с кристаллом. Кристалл может изменить свой потенциал, уже действовать так не будет. Что нужно делать для того, чтобы работать с кристаллами? Да, они могут прийти на определенный момент. Они пришли, выполнили свою работу, ушли. Когда покупаешь, вот я, допустим, как покупала два кристалла, было множество кристаллов. Очень красиво. Вначале я отсматривала просто глазами. На что у меня взгляд просто падает, и к чему я все время возвращаюсь. Я могу отойти от одного кристалла, потом меня все равно к нему притянет. Так, но не знаю, какой выбрать. Например, там 3-4 варианта. Берешь два в руки, закрываешь глаза, задаешь вопрос, мой-то какой? И считываешь, что у тебя внутри, а появляются обязательно ощущения. Они пойдут. Тепло, давление, у кого-то свежесть, у кого-то вот прям как током начинает торкать. Камень символизирует вам о том, что он ваш, что он сонастроен на вас, что он хочет с вами работать. Поймите, пожалуйста, такую вещь. Когда мы камень аппаратом каким-то пытаемся настроить, это не совсем естественная вещь. Камень пришел сюда и имеет многомиллионную историю. Он ведь растет очень медленно. Он же такой же живой, как мы. Просто царство минералов, оно предшествовало нам. И оно знает о земле гораздо больше, чем знаем мы. Именно поэтому они могут нам дать тот ключ, какими мы были, когда мы приходили на землю в состоянии божественности. Почему он нам и раскрывает наши потенциалы и творчество. То есть вот это вот удивительная вещь. Принесли, да, выбрали. Ага, работает. У меня у одной знакомой так вообще были чудеса. У нее был раухтопаз. Вот это практически то же самое, что кварц, но только черного цвета. Такого коричнево-черного, но иногда прозрачный. Так вот, мы-то искали кварца. Она вдруг остановилась на раухтопазе и говорит, блин, как же я хочу-то его. Я прямо вот не могу. Она схватила, она его купила, а она вводит машину. И она три дня водила машину в рукавичке. У нее вот так вот в руке держался он. Она говорит, Таня, я ничего понять не могу, но я не могу его из рук выпустить. Вот настолько он мне нужен. А у человека очень пошли изменения. Там пошла такая волна изменений, вот он ее так сонастраивал определенным образом. Кто-то с камнем спит, но для того, чтобы начать с ним работу, вы купили его, приобрели, лучше не дарить кристалл. Если человек не знает, что такое кристаллы, лучше вам самим выбирать. И украшение, кстати, то же самое это касается. Потому что старая история для камня не всегда хороша. Он уже все-таки записывает все о владельце предыдущем, и может вам передать ту информацию, которая вам совершенно не нужна. Так вот, принесли домой. Что я всегда делаю? Я обязательно ставлю под воду, под проточную воду, просто, допустим, мисочка с водой, вы его туда кладете, и включаете холодную воду небольшой струйкой, чтобы была текущая вода, омывание шло. Хотя бы 15 минут, можно час, не вопрос, разницы на самом деле никакой. Главное, задаться целью, чтобы он снял информацию относительно всего того, кто к нему дотрагивался, и вообще, кто к нему имел отношение. Дальше. Есть вариант очищения через соль. То есть, не в проточную уже воду, а просто в миску растворить морской соли, или поваренной соли, достаточно такая сильная концентрация, и опустить кристалл. Я еще, перед тем, как погружать вообще, я его мою с мылом. То есть, я беру щетку и вычищаю все поверхности. Вот, мне так нравится. С мылом только, не с порошком. Вот, а после этого уже погружаю в воду. И с соленой водой тоже пробовала неплохо. Все, все то же самое, в принципе. Но мне нравится больше под проточной водой. Очищение. Кто-то может из вас очищать через огонь. То есть, над пламенем свечи определенным образом держать. Кто-то подзаряжает на солнце. Но есть камни, которые солнце терпеть не могут. Вот все опалы, вот типа вот этого, да, они заряжаются, вот те, которые такой облеск интересный имеют, да, как лунный камень, как вот всякие опалы, беломориты, как другие камни, полисцирующие, лучше их на луне. То есть, на полнолуние, на подоконник, там, где луна выходит, чтобы вот лунным светом они заряжались. Достаточно один раз в месяц для того, чтобы вот энергетика камня восполнялась и приобретала совсем другое, другое качество. А вот эти камни, да, их, конечно, на солнце с удовольствием. То есть, вот эти камни, они очень хорошо на солнце. И после того, как я очищаю, допустим, я выкладываю на солнце дня на три. То есть, он у меня лежит, набирается, не обязательно открытое солнце, просто чтобы солнечный свет попадал, да, на камень. Вот. Дальше, что делаю? Обязательно беру камень и мы с ним начинаем налаживать связь. То есть, я вот как с вами сейчас разговариваю, точно так же я разговариваю с ним, как с реальным живущим человеком. Он живой. И вы его настраиваете на работу с собой. Вы его приветствуете и вы с ним разговариваете на тему, что вам нужны, допустим, открытие каких-то способностей, что вам нужно что-то в себе проявить, раскрыть, как, допустим, раскрытие способностей, там, сновидческих способностей или открытие любви, в себе, да, или открытие еще чего-то. Ну, там, или здоровье, да, я тебя приобрела для здоровья, пожалуйста, да, вот сейчас мы давай с тобой наладим связь так, чтобы ты служил мне верой и правдой, чтобы ты показывала мне, что мне нужно делать для того, чтобы я была здоровая. То есть, он вот таким вот образом будет сонастраивать вас. Вот. Дальше уже работайте. Когда мне говорят, что есть определенные, там, нужно 20 минут, нужно 15 минут, для того, чтобы камень начал воздействовать на определенный центр и так далее, и так далее. Я не знаю, если искусственным образом заряженное, возможно, но натуральные камни, когда они к вам попали и когда вы, их, так скажем, заговорили на работу с собой, вы четко чувствуете, когда вам хватит. У меня первый кварц, напомню, вот который в виде сердца был, да, он огромный, просто огромный, там, 10 на 15 сантиметров, если не больше. И он у меня на пространство сердца, вот я его прямо вот сюда ложила перед сном. Одновременно брала в руки два камня, то есть один у меня шел энергетик по правой руке, второй шел по левой руке. И я четко ощущала, когда мне хватит. Знаете, как хватит, передоза энергии, как идет, вас начинает подташнивать. Это значит, что энергии хватит, пора снимать. Так вот, те знакомые, которые у меня с камнями работают, никто не говорит, сколько там минут надо держать по ощущениям. И четко иногда бывает так, что камень, который привык у тебя лежать все время на груди, потом пойдет куда-то путешествовать по твоему телу. На область солнечного сплетения, или в руку, или под подушку, чтобы сон увидеть, да. То есть вот такие вот вещи вы можете использовать себе во благо. Вы будете знать, что вот это тоже работает. Удивительная вещь. Обратите внимание, вот если вы покупаете украшения, смотрите, как вы чувствуете себя в этих украшениях. Потому что есть некоторые украшения, которые просто, ну, противопоказаны нам для ношения. То есть мы вдруг начинаем себя ощущать некомфортно. То есть получается так, что он или душит, да, вот как-то камень. Это просто значит, что он, что-то в нем не так. Возможно, его надо почистить. Вот я, допустим, любую чистку могу провести, даже если предыдущий хозяин был ну уж супер-пупер навороченным там магом с плохими способностями и так далее, да. То есть для меня не составляет никакого труда. Просто в свое время я с этим столкнулась и научилась это делать. Все зависит от того, какая у вас энергетика. Если у вас энергетика выше энергетики того человека, который запакостил камень, то вы это сможете сделать. Если нет, то, извините, будете бояться, да, что этот камень будет воздействовать на вас. Есть камни, которые передаются по наследству и которые вот прямо из поколения в поколение передают особую силу. И украшения, кстати, также, да. Поэтому вот есть волшебные вещи, которые вы можете по наследству передать. Их можно даже не носить, их можно просто ощущать как нечто, как силу особую, да, может быть, женскую силу, женскую привлекательность, которая передается. Вот это тоже может быть. Выдавить из него чужое эмоционально. Там не чужое, там просто все равно очищение нужно. И еще, когда вы, допустим, переболели, да, и камень у вас начал менять, допустим, цвет или еще что-то, тоже можете поговорить, его сонастроить. Он все равно будет настроен на вас и он может меняться. У меня приятельница, которая обладает очень высокими способностями, но она целитель просто от Бога. вот вы знаете, сложно в это поверить, но у нее растут камни. У нее растут камни. Причем, когда она покупала один из камней, я его просто видела, я его знаю, у нас были фотографии, и вдруг на камне начинает образовываться новый росток. Она сама не поверила, говорит, Таня, а что такое вообще происходит? Я говорю, ну, моя хорошая, ты же с ним любишь работать, и он у тебя волшебный. Вот. Это возможно, потому что это же клетки, они растущие. просто при определенных условиях камень начинает подвижку особую. Я о берилах ничего не могу вам сказать, потому что я, ну, как-то вот не близок мне этот камень, поэтому ищите информацию в интернете, вы найдете там. Мне очень нравится камень, еще он гелит, я, к сожалению, не нашла его изображение. Он такой, иногда, белый, голубой, фиолетовый, лиловый, вот в какую-то такую гамму, но совершенно нельзя ему воды. Как только мы захотели его помыть, он может раствориться. А он волшебный, он очень красивый, как прямо, как облако. Такое. Я когда первый раз увидела, есть солнечный камень, с такими очень красивыми приливами, но это тоже вот такие разновидности. Каждый из вас может найти то, что вам нужно. Голубые топазы, отлично, почему не на это самое. Кстати, тоже центр шейный, поэтому используйте все его благо. Сапфир, камень у нас мудрости, камень Архангела Михаила, открывающий способности. В свое время, когда покупала себе перстень, достаточно дорогой, вы знаете, ну, мудрости прибавила очень сильно. Прошел период, я его потом досить что-то не захотела. Возможно, был связан с тем человеком, который мне его дарил, поэтому там еще такие вот были энергетические нагромождения. Но мне понравился этот камень, и он же по цвету бывает очень разный. Тоже ведь его можно посмотреть от серых, таких синих, насыщенных, да, или очень ярко синих, а где-то даже в голубизну уходящих. То есть, вот тут много чего. Мудрость противопоказана, это как? Ум противопоказана, мудрость женщине показана, потому что мудрость это житейский опыт практически. Это не топаз, это лександрит по одному не рекомендуется носить, но вы знаете, это предрассудки просто, самое натуральное. Кораллы, кстати, вот коралл тоже очень показан для женщин, потому что это тоже очень женский хороший камень. и ведь тоже очень много разных кораллов от белых до прямо черных. Смотрите, что это, ведь есть везувид, да, практически с везуви, там камень не камень, непонятно лава, много всяких камней. Вы знаете, ведь воздействие камней, может быть, и вы на дороге найдете камень, он будет у вас волшебным, вы почувствуете, что он какой-то особенный. У меня есть камни, которые с горы, которые рядом со мной, там есть святые источники, я когда поднималась, а там много интересных событий в моей жизни происходило, я задала вопрос, мне покажите, вот, что мне нужно принести оттуда. Мне показывают камень, а на нем крест, такой очень красивый крест. Хорошо, я его принесла, он у меня здесь, у меня целая выставка камней дома, поэтому вот, таких обычных камней, которые я нахожу, и которые для меня волшебны, а не то, то, что они драгоценны сами по себе. О фиолетии ничего не знаю. Можно камни разные носить вместе, если вы чувствуете, что вам хорошо, да пожалуйста, но вы понимаете, что вот это сочетание красивости, там, золоте, в серебре, тоже играет свою роль, потому что, если камень до вас не доходит, вот допустим, вы никак с ним не соприкасаетесь, то тоже вопрос по поводу того, как он будет на вас. Местные камни, хороший вопрос. Тут жемчугов много, я не знаю, откуда они, но вот, жемчуг у них здесь есть, его много, откуда они его привозят, непонятно. Раньше, ну, в основном, все равно, бразильские камни, европейские камни, нет, я бы не сказала, что это их, что-то такая вот особенность. Так и бери, и смотри, задавай вопрос ему, и начинай работать, какая разница, какой он. Вы знаете, тут может быть такие интересные вещи, раскроются у вас, что вы будете просто удивляться. Не относитесь, пожалуйста, к той информации, вот, вы нашли какую-то информацию, там говорят, берешь камень, его, допустим, одеваешь там, два раза в день, с определенной чистотой и так далее. Вот чувствуете, что вам нужно, да, какое вам нужно, какое украшение одеть, какой камень к себе привлечь. Вот бывает, вы знаете, у меня, допустим, был комплект, кто-то из вас меня видел в нем, чароид. Кстати, тоже камень из Байкала, редкий камень достаточно, фиолетового цвета такой, от лилового до фиолетового. И я его с молодости не носила. То есть он, комплект был мне подарен давно. Когда-то поносила, а потом был период, когда я вообще даже его не ощущала совершенно. Это не значит, что я там, отупела и не чувствую. Просто не показан. А сейчас я его воспринимаю очень хорошо. Он прямо вот, ну лег на душу и все. Как будто открыла заново его. Отлично. Вот так. Тигровый глаз. Ну можно еще пробежаться, если хотите. Мне хотелось бы медитацию вам сделать. Коралл, символ бессмертия и счастья. Воздействие больше на психику человека. Развитие логики и интуиции. Раухтапаз. Энергетических темных камней. Камень считается один из самых сильных энергетических темных. Поднимает мысли из темноты подсознания до озарений. Из сверхсознания. Считается камнем Будды. Это Раухтапаз. Рубин. Вообще считается камень силы. Воздействует на людей, может дать неограниченную власть и храбрость, и умственную силу. Сексуальная энергия очень сильная у этого камня. Поэтому вот кому надо, вот используйте. Сапфир. Королевский камень. Символ мудрости, власти, победы, справедливости. Успокаивает, укращает страсти. В особом почете был и вообще считалось, что у Соломона перстень из сапфира. Особо ценятся сапфиры, у которых лучи. Три луча, пересекающихся на гранине. То есть вы на него смотрите, и три луча соединяются вместе. Тигровый глаз. Оберег. Стимулятор, который спасает от ревности и опасности. От нападения хищников считается важным камнем. И камень солнечной энергии, который превращает энергию солнца в целительную энергию. Хорош против стресса и усталости. Цитрин, тоже магический камень. Спокойствие, мудрость. Кстати, Урил, это его камень. Излечивает от депрессии. Помогает устанавливать контакты с людьми, защищает от козней нападков. Вот так. Давайте медитировать, потому что мне очень хочется, чтобы вы медитацию ощутили энергию ко мне. Возможно, что-то у вас придет у самих. Сейчас, кто готов, ставим плюсы в чате. И поехали. Времени у нас немного, давайте вперед. Вдох в область сердца и выдох через ноги в землю. Еще раз. Вдох в область сердца и выдыхаем через ноги в землю. И еще вдох, выдох. Принимаем белоснежный поток энергии от Бога Творца. Пропускаем его через себя. Пропустите и почувствуйте, как энергия пошла, 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 пошла через вас. Волной пошла, одна волна пошла, вторая, третья. И пустите волну через позвоночник. Зажгите позвоночник свой. Как прямо поток, светящийся поток, проходящий через позвоночник и освещающий его внутри и снаружи. Выпускаем энергию через ноги в землю. И встречным потоком принимаем энергию земли. Возможно, она золотая. Там была галогеновая белая, такой платина энергии. А здесь золотая энергия земли. И соединяем два потока. Висходящий, восходящий. И сейчас принимаем энергии архангелов, которые сейчас будут приходить к вам. Примите сейчас энергию архангела Михаила, который протягивает вам руки. Почувствуйте его энергию. И он вас поднимает высоты высших измерений. И переносит в особый храм царство минералов. Практически такая пещера, в которой вы находитесь. Хорошо. И сейчас вы приземляетесь перед храмом, проходите внутрь храма, в центральную залу. Она прямо вся и кристаллическая. Видите разные кристаллы вокруг вас, разного цвета. Можете походить и почувствовать силу каждого кристалла. И вас ставят в центр. А с разных сторон вы сейчас видите кристаллы. Первый кристалл, к которому мы прикоснемся, это кристалл рубина. Посмотрите, огромный просто кристалл рубина, который вам сейчас шлет свой луч, погружая в эту энергию, рубиновую энергию силы, власти, могущества. Власть. Сила. Ощущения особо у вас пошли. Напомните с этой энергией, почувствуйте воздействие этого кристалла на себя. Пошел еще один луч с другой стороны. Сейчас у вас оранжевая энергия. Сердолика. Огромный камень, который шлет вам энергию. Вы сейчас ей насыщаетесь, почувствуете его энергию. Красный луч сохраняется у вас и работает. Плюс оранжевый сейчас пошел. Они могут соединяться, они могут переплетаться внутри структуры вашего тела. Пустите, пусть они поработают, не бойтесь. Хорошо. Третий луч с другой стороны у вас идет желтого цвета. Хотите цитрин, хотите янтарь. Принимайте эту энергию. Луч преломляется, и вы чувствуете ту энергию, которая сходит от этого кристалла, и вы напитываетесь ею. Позвольте этим камням поработать вам на благо, на трансформации ваших энергий, на гармонизации, для того, чтобы все у вас было так, как надо, чтобы вы росли в вибрациях. Как можно более легким способом, без надрывов, без сильных физических страданий. Пусть эти энергии работают на благо вам. Дальше пошли. Малахит, зеленый камень, энергия пошла от него. Принимаем эту энергию целительную. Чувствуете, как эта энергия прямо внутри структуры ваших тел начинает работать. Луч исцеления. Хорошо. Пусть он прямо пробежится по всему вашему телу в разное направление. Пусть работает. Может быть, еще и отставленная реакция даже после медитации. А вот и не будет закончена, там будут свои процессы. Хорошо. Поехали дальше. У нас цвет голубой. Хотите голубой топаз, хотите бирюзу. Принимаем энергию. Чувствуем, как она начинает разливаться по телу, как она блаженно на нас воздействует. Вы, кстати, обращайте внимание, на какой вы камень будете реагировать в большей степени. Это один из признаков того, что вам он показан. Ага. Пусть она работает, эта энергия. Она такая холодноватая будет уже. И лазурит пошел. Синий цвет. Пошел, пошел цвет мудрости. Цвет открытия всех наших способностей, видения, слышания, чувствования, ощущений. Мудрости. Цвет Девы Марии. И Михаила, вашего любимого Архангела. Принимаем. Освобождаемся, очищаем. Принимаем способности. Аметист принимаем. Цвет фиолетовый. Насыщаемся. Цветом и камнем. Энергией. Камня. Чувствуем, как эта энергия пошла от него к вам. Принимаем телом, каждой клеткой. Чувствуем, как это здорово идет на вас. Супер. Хорошо. Принимаем еще энергию розового кварца. Выше сердечный центр к себе. Розовый луч пошел. По центру груди, на чуть выше сердца. Наполняем этой энергией себя. Чувствуем, как это все происходит. А теперь представьте, что эти лучи как-то между собой начинают интересные такие танцы. Пусть они, вот эти энергии в вас, внутри, различными цветами миксуются, куда-то больше идут. Кому-то нужно в ноги пустить, кому-то в руки, кому-то в голову, кому-то в сердце. Вот почувствуйте, куда нужно, куда собираются они идти, и что они там у вас, какие танцы устраивают интересные, танцы энергии внутри структуры ваших тел. Супер. Так, замечательно. И сейчас перед вами возникнут несколько архангелов. Архангел Гавриил, Архангел Уриил, Архангел Михаил, Архангел Заткиил, Рафаил. Кому, кто нравится, с тем и работайте. Вы сейчас можете просто позадавать вопросы и почувствовать, какие ответы вам идут. Возможно, им есть что сказать, вы можете просто задать вопрос, есть ли какая-то информация, которую я должна знать, не должен знать. Будет вам хорошо. Принимаете эту информацию, а может быть энергия какая-то особая, которой вы напитываетесь. Вы, может, и не получите никаких подарков, но получите огромный кусок энергии, заряд энергетический, активацию энергетическую. Продолжение следует... Хорошо. Благодарите, Архангелов. Возвращайтесь здесь и сейчас в пространство наших комнат. Несколько движений дыхательных делаем вдох в область сердца и выдох через ноги. И так три раза. Возвращаемся здесь и сейчас в пространство наших комнат. Открываем глаза и пишем, как у нас все получилось. Я, к сожалению, у меня нет возможности вам сейчас отвечать на все ваши вопросы. Вы меня найдете. Я есть в ВКонтакте, я есть в Фейсбуке. Кто меня не знает. Также я и называюсь Татьяна Чернакова. Лицо мое узнаете. Отлично. Вот теперь своим мечом рази все свои страхи, сомнения. Давай уже воином свет восстановись. Вот, смотрите. У кого-то, видите, и камни пошли, какие нужны. Вы все это найдете. Все это продается, все это пойдет к вам. Вы сами будете удивляться. Значит, показан камень. Вот, отлично. Галечка, выложи, пожалуйста, две ссылочки прямо сразу. Принимай, принимай. И это самое, правая ладонь у нас отдающая, да, если мы женщина. Значит, что-то тебе нужно отдать. Что ты можешь отдать? Что нужно отдать? Отбирайся. Все показаны. Лёля, это жадность. Смотрите, значит, 21 марта стартуют у меня онлайновые вебинары. Первое занятие будет 21 числа, это суббота, марта. С 30-ти минутной консультацией в подарок. То есть 3 вебинара плюс консультация. Так что мы с вами и поработаем по энергиям архангелов, и вы много нового узнаете, все нюансы, которые вот с этой работой связаны. Мы будем практиковаться, практиковаться и практиковаться. Теория особой, давать не буду. Мне очень хочется, чтобы вы реально эти энергии принимали, реально их осознавали и знали, как они работают. Какие-то нюансы. С чего вы начнете? Вот так. Энергии пойдут и будут работать. И это не дело 5 минут. Поэтому позвольте этим энергиям отработать вообще замечательно. Пусть они будут у вас. Принимайте эти энергии. А я что-то не видела. Медитации есть? Ты выложила, да? Не увидела я. Наверное. Ага, 11 медитаций. Это медитации в энергиях архангелов. Там есть другая медитация в работе с камнями, другого плана. Но вот по-разному все всегда идет, поэтому вот принимайте то, что есть. Рада была с вами, со всеми увидеться. Рада была, что у вас есть интерес. Поймите, пожалуйста, что камни, вот ваш интерес к минералам и камням, это признак того, что вы повышаете собственные вибрации. Просто к людям камни не идут. Когда вы начинаете задумываться, это значит, что вы уже начинаете их практически сонастраиваться на них и ощущать. Это уже большого дорогого стоит. Поддерживайте себя в этом направлении и дайте возможность. Вообще такая вещь, когда вы начинаете вот с камнями взаимодействовать, вам хочется раскрыться больше, и вы на удивление будете сонастраиваться лучше. Все пойдет легче. Не используйте только один инструмент, используйте несколько сразу инструментов. Вот камни это очень хороший инструмент для работы с собой. Супер. Пожалуйста, дорогие мои. Всего вам доброго, спасибо. Галечка, спасибо тебе за организацию такого мероприятия замечательного. Всех вас буду рада видеть на занятиях. Кроме того, что мы работаем на вебинарах, есть уже чат, уже работающий, до 21 числа мы там есть уже и начинаем общаться. Поэтому начинайте вплетаться в структуру нашей работы совместной с Архангелами, потому что вы сонастраивайтесь с этими энергиями. Там просто нужно быть, оттуда не нужно выходить. Вот и все. Всего вам доброго. Татьяна, огромное спасибо за выступление. Столько интересной информации получили. Такая медитация чудесная. Я присоединяюсь ко всем благодарностям. Благодарницами. Вот тут просто не что, какой-то камень любимый. Она, по-моему, уже ушла. Так, сейчас проверю. Да, уже ушла. Она говорила, что камни у нее меняются. Начинала она с аметиста. Потом через какое-то время аметист ушел, пришел в другой камень. Сейчас я не помню. Она еще говорила, что жемчуг любит. Ну, кто еще что-то запомнил, можете написать здесь. Потому что это... А, Татьяна еще здесь. Татьяна, тут спросили, какой камень у вас любимый. Розовый кварц рубин. Жемчуг любовь. Да, запись, конечно, мы делаем. Надо такое кольцо забацать. Все прекрасно, только очень быстро. Ну, ничего, прослушайте еще раз записи. Уже можете останавливать, так сказать, осознать. Я согласна, что когда мы слушаем информацию, особенно новую, то пока мы перевариваем одну информацию, другую пропускаем мимо ушей. Где запись взять? Сейчас я вам, она уже пришлет. Так, сейчас я еще рассылки сброшу. И более подробно обо всем расскажу. Как получить запись? Сейчас я все расскажу. Ну, вот так сегодня получилось. Я понимаю, что это не конференция, а вебинар, где можно подольше, но Татьяна там свои дела, и просто она больше не могла. Надо было, я сейчас думаю, что надо было, может быть, раньше просто с ней начать. Так, чтобы получить запись, мы должны, тут у нас идет три варианта. Первый вариант рассылать будем тем, кто здесь вот зарегистрирован, на этой странице, на странице регистрации. Сейчас я проверю, правильно ли я страницу указала? Да, правильно. Второй вариант. Вот, можете присоединиться ко мне в скайпе. У меня в скайпе есть группа успеха и процветания, где я сбрасываю быстрее всего, то есть это самая быстрая, быстрая возможность выйти со мной на связь. Это группа успеха и процветания. Там я сбрасываю все ссылки на вход, ссылки приглашения, ссылки с записью, ссылки со всеми тренингами. Так вот, это мой скайп. Клэйр, да, наверное, вы зарегистрированы. Просто я еще делала рассылку в соцсетях, может быть, кто-то пришел из соцсетей и напрямую не зарегистрировался, потому что я там давала ссылку на вход. Анна, вы у кого учились на курсах кета-хиллинга? Так, и третий вариант. У нас есть группа ВКонтакте, кто со скайпом не дружит. Можете присоединиться туда. Там я точно так же сбрасываю всю информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Скайп не находит. Вроде правильно написала. Написала. Так. Ой. Вот, я слышу, там булькают, находит меня. Голоник 888. И про контракты не успели. А я не в курсе, она про какие контракты вы говорите. Что такое звездное имя? Ну, имя, которое резонирует, видимо, со звездами. Откровенно говоря, я эту тему Татьяну пропустила. Надо будет попросить ее с этой темы выступить. Да, я вижу, Марина О'Брайен. Я вас попозже возьму, всех контакт, и всех присоединю к группе. Сейчас пока мы посмотрим, куда Татьяна нас предлагает. Ну, во-первых, 11 медитаций в энергиях архангелов. Это в записи. Давайте это разберем. Ой, закликнула. Это вы можете получить и слушать в любое имя, которое получаешь от архангелов. Вот. Да, я знаю, что тут очень много людей, которые у Татьяны уже учились. Кстати, у Татьяны есть индивидуальная консультация, где она дает звездное имя. Если хотите, я вам не брошу ссылку на эту консультацию. Давайте вот 11 медитаций в энергиях архангелов. То есть там 11 медитаций в записи. Это исцеление души архангела Рафаил, кристалл любви Самуил, кристалл мудрости Заткиил, лемурийский храм огня любви Метатрона Самуил, луч гармонии красоты и смирения Гавриил, меч силы архангела Михаила и благословения Богородицы, мир чудес, покров энергии Богородицы, очищение паттернами цвета энергии изобилия Ариил, работа в энергиях луны, полнолуния Ханиил. Кстати, вот как раз сегодня полнолуние у нас. Энергии камней и минералов в активации энергетических центров. Исполнение желаний Метатрон. Энергия огня и воды Иван Купал, Азаткиил и Метатрон. Я считаю, что вот эти медитации нужно иметь. Каждому, знаете, как мы имеем дома аптечку какую-то на первую помощь. Точно так же вам понадобилось проработать красоту и смирение, проработали. Чувствуете, что вам не хватает мудрости, поработали с Аткиилом, прошли эту медитацию. Исцеление души Архангела Рафаил, кристалл любви Самуил. Не хватает вам изобилия, поработали с медитацией, помедитировали с Ариилом. Очищение паттернами цвета энергии изобилия и так далее. Как все почувствовали энергию. Просто те методики, которые дает Татьяна, она получает не от земных учителей, а от небесных. Это очень мощная энергия действительно. То есть она напрямую работает на каналах с этими Архангелами. Поэтому смогла привлечь. А энергия, она же для нее нет ни расстояния, ни времени, ни пространства. Поэтому любой человек может чувствовать энергию на расстоянии. Получение должны поднять вибрации. Понятно, Лариса. Так, не открывается куском полуфайла, не только тура строчка с Рафаилом видна. А как понять, они у меня лично фляшут или по последним событиям. Кто фляшет? А не открывается страница. Странно, вот сейчас я только что открыла, у меня все открылось нормально. Попробуйте, знаете, в другом браузере. Такое бывает. Так, а можно на Пайпал? Да, конечно, на Пайпал можно. Я сброшу сейчас Пайпал. И вам спасибо, Людмила Лизниченко. До встречи. Упорный вижу только Рафаил. Ну, скорее всего, может быть, он самый близкий вам на сегодняшний день Рафаил. Архангел Рафаил. Потому что, на самом деле, они, похоже, нас сами выбирают. Когда-то, много лет назад я училась у Ларисы Артамоновой, проходил у нее курс «Я человек-ангел». И там у нас была такая, когда мы уже, значит, стали ангелами и делали запрос, какой архангел хочет со мной работать. Честно сказать, я была поражена, что я просто услышала вот такой глухой мужской голос, вот в комнате он не раздался. Уриил. И вот я с ним какое-то время работала, а сейчас не знаю, сейчас я его перестала чувствовать. Сейчас я больше на каком-то моменте Михаил появился у меня в жизни. Я имею в виду Архангел Михаил. Но я все равно всегда, когда работаю, призываю Архангела Михаила, Уриила, Рафаила. Вот трех Архангелов призываю. Ну, почему-то как-то вот я их больше чувствую и люблю. Так. Да, сейчас я все ссылки дам. Кого не знаете? Рафаила? Это очень легко. Выходите в поисковую систему, набираете Архангел, Рафаил и читаете, пока не меряю всю информацию про него. Рафаил, он прежде всего целитель. Аурил? Ну, там что-то связано с деньгами, насколько я помню. Просто это было лет 5-6 назад, я уже немножко какие-то вещи забыла. Я занималась много лет целительством, поэтому я всех использовала именно больше в целительстве. Ну, там у Уриила еще там много чего есть. Мудрость. Пошла гуглить про Рафаила. Рафаила желтых. Нет, зеленых Рафаилов. Ну, по крайней мере, я так вижу цвет. Так, значит, еще раз вот энергия. С 11 медитации в энергиях Архангелов. Дальше бросаю ссылки. Сейчас. Теперь вот эта серия вебинаров. А, ладно, давайте посмотрю индивидуальную консультацию. Уже с запросом закончу. На определение звездного имени. Сейчас дам ссылку. Вот индивидуальная консультация по определению звездного имени. Я просто сброшу ссылку без названия тогда. Ну, хотя можно и снизу. Спасибо. Так, да, запись будет вебинара. Вот индивидуальная консультация по определению звездного имени. Пожалуйста. Урил благосостояние. Но я говорю, что связано с деньгами. Запись выступления, конечно, будет. Вы можете ее получить, если вы зарегистрированы на этот вебинар. Или если вы состоите в скайп-группе «Успехи и процветания». Или состоите в одноменной группе ВКонтакте. Все теперь будет. Замечательно. Группа ВКонтакте. Слайп. Или там или там все одинаково. Ну, просто будет через скайп легче всего меня найти. Или если не хотите никуда вступать, пожалуйста, вы должны быть здесь зарегистрированы. Так, теперь Татьяна пригласила нас на серию вебинаров «Мир Архангелов» плюс подарок 30 минут консультации каждому. Давайте перейдем по этой ссылке и посмотрим, что нам здесь предлагают. Значит, этот вебинар, тренинг начинается, или онлайн-вебинар начинается 21 марта, суббота. А что на 21 марта? Это как раз день весеннего солнцестояния. Ой. Ну да, правильно. То есть, астрономическая весна. Так. Значит, «Мир Архангелов» в серии из трех онлайн-вебинаров. Плюс подарок консультация 30 минут каждому, кто придет. Кто там будет? Но вы на вебинаре узнаете не только… Ой, так, тут темно. Так. На вебинаре вы не только узнаете, но и будете сами практиковать то, что можно использовать в своей повседневной жизни. Использование знаковых систем, распознавание разных Архангелов по их энергии в направлению действия. Вот то, про что сегодня говорила Татьяна, про что вы спрашивали. Практические методы работы с ангельскими энергиями. Использование энергии Архангелов-целителей. Работа по освобождению от страхов, ограничений, конфликтов, негативных установок. Работа с Архангелами счастья, любви, изобилия и красоты. Как сделать так, чтобы ваша работа с Архангелами была постоянной и легко приятной. Наставничество Архангелов. Для работы будет создан специальный скайп-чат, в котором будут находиться все необходимые материалы по теме вебинаров. Дополнительная информация. И это будет также место общения и получения ответов автора. То есть вот вы сегодня задавали массу вопросов, Татьяне. Вот, пожалуйста, на этом онлайн трехдневном вебинаре вы получите все ответы на ваши вопросы. Ничего себе, Анна. Вот это у вас реакция такая. Зрение сразу улучшилось. Обалдеть. Пока смотрите. Так. На, а, пепл, сейчас дам. На деньги это у Риил. Вам спасибо, Клэр. До свидания. Так, Пайпал. Какой-то мой Пайпал. Мой Пайпал. Да, я еще забыла почту свою дать. Вот, по всем вопросам можете писать сюда. И кто делает оплату, тоже, пожалуйста, мне сообщайте или на скайп, или на почту. Я объясню, почему. Потому что так система работает, что только на Пайпал видно, что ваше имя и ваш имейл, что вы оплатили. А по всем другим системам видно только, что кто-то сделал оплату на такую-то сумму. Иногда число видно, но не видно от кого. Ни имени, ни имейла обычно нигде не видно. Поэтому я прошу всех писать, кто делает оплату, мне на почту сообщать. Спасибо, Никола. Дальше вообще сюрпризы вас еще ждут. Я имею в виду в плане спикеров. В нашей группе я уже написала, кто еще будет выступать. Ладно, скажу по секрету. Острогорх у меня будет выступать 14 марта. Сам Сан Саныч. Да, оплату можно с карты Сбербанк делать. А куда вы хотите делать? С карты Сбербанк вы можете и на Яндекс делать, и также на карту Сбербанк. Сейчас я проверю, я не помню, какие системы оплаты у Татьяны. Кстати, вот еще у нее есть просто индивидуальная консультация. Если вы хотите пообщаться с ней по поводу архангелов. Именно какие архангелы с вами работают и прочее. Хотя все это вместе вы можете выяснить на этом семинаре, который 21 начнется. Там будет подробно рассказано, как работать с архангелами. И будет каждому еще индивидуальная консультация дана. Продолжение следует... Хорошо. Вот еще разбрасываю ссылку. Серия из трех вебинаров. Так, сейчас посмотрим, какие системы оплаты у Татьяны есть. Так, значит, у нее есть Яндекс, карта Сбербанка. Вот, пожалуйста, когда вы вписываете ваше имя, ваше имело, телефон и кликаете оплатить, и вас перебрасывают на страницу с оплатой. И здесь та система, которая вам подходит, вы в этот кружочек нажимаете и на оплатить. Значит, Яндекс, Сбербанк, перевод системы MoneyGram, Вестер Юнион, банк Юникредит Болгария. Оплатно на счет зарубежном банке можно сделать. Зарубежная карта Visa Electron, банк Русский Стандарт. Если вам эти системы не подходят, пишите мне, я вам найду любую систему оплаты. У нас есть и Приватбанк, и еще Сбербанк есть, и Киви есть. То есть, с этим проблем не будет. И есть еще система Контакт, Золотая Корона, Юнистрим. Кажется, все перечислила. А, WebMoney. Поэтому, неважно, в какой вы стране живете, вы всегда сможете сделать оплату. Вот этот трехдневный вебинар, это, конечно, очень занимательно. У меня сейчас сижу, говорю с вами, у меня прям такие огромные сожаления, что у меня все эти дни будут мощно заняты. У меня до конца марта вообще практически каждый день занят, получается. Я не могу совместить то и другое. Не хватает времени. Какие вы счастливые, что можете учиться? Надо мне как-то тоже разгрузиться. Это уже в мае, наверное. Сядьте с Рафаилом, как дома. Это вы сегодня начали общаться только с Рафаилом? Или прежде общались? Семинар стоит 4,5 тысячи рублей. Серия из трех вебинаров. Мир Архангелов плюс подарок 30 минут консультации. Не забывайте, что туда ходит консультация, а просто индивидуальная консультация часовая, у нее стоит 4,5 тысячи рублей. То есть или взять индивидуальную консультацию обычную, которая стоит 4,5 тысячи рублей, или индивидуальную консультацию по определению звездного имени, которая стоит 6 тысяч рублей. Ну тут уже, конечно, только на вам приличном контакте может это ваше имя определить. Или пройти вот этот тренинг 3 дня, получить всю информацию по работе с Архангелами и плюс еще получасовую консультацию получить. Конечно, семинар лучше. Напомните, в какие дни проходит семинар. 21 начинается, марта, но вот сколько дней она не сказала, мне кажется. Или я пропустила, может быть, кто-то слышал. Хотя я сидела, слушала внимательно. Но я же говорю, иногда бывает, сконцентрируешься на одной фразе, а дальше уже пропускаешь мимо. То, что 3 дня, это я знаю, а вот какие дни, не знаю. 3 дня подряд, да, Марина? Или 3 дня подряд, или каждую субботу, я не знаю. Мне кажется, это будет 3 дня подряд. То есть суббота, воскресенье, понедельник. А может быть суббота, воскресенье и следующую субботу. Да, запись будет. Марина, что вы только сейчас зашли? Я уже 2 раза про запись говорила. Подарок свиньи. Ой, Марина. Это будет самый лучший подарок вашей жизни, который мы, я имею в виду, сами себе делаем. Потому что на самом деле архангелы помогают просто удивительным образом. Ну, знаете, вот так получается, что я тут училась, применяла, отлично было. Потом в чем-то другим в реклассе забросила это. Сейчас вот жалею, думаю, как мне это тоже восстановить. В принципе, я, наверное, 11 медитаций возьму, раз я не могу присутствовать на занятиях. Сейчас еще раз брошу. Ну, я подумаю. Вот, 11 медитаций в энергиях архангелов. Это кто не может так же, как я, присутствовать на живых вебинарах. А там вот, как я сказала, как скорая помощь, как аптечка на все случаи жизни. 11 медитаций с 11 разными архангелами и с Богородицей. Там есть 2 медитации. В разных случаях жизни. И на любовь, и на деньги, и на здоровье, и на очищение. Не думаю, что подряд. То есть никто информацию-то не услышал. Я, хотя не написала, но она уже ушла. Не отвечает, к сожалению. И там тоже не написано. Так, 11 медитаций стоит 2000 рублей. Ну, это я сказала, как аптечка дома скорой помощи. Когда у вас, вы имеете, там, марганцовку, зеленку, с рептоцитом ранку посыпать. А с головной, может быть, более, там, витамины какие-то. Да, Марина, я тоже думаю, что значит подряд. Про другие цифры не сказано. О чем, конечно, сказала. Так, ну что ж, какие еще вопросы есть? В гривнах, ну я в гривнах считаю, считаю через конвертер. Сейчас наберу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.